Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Эти пушкинские строки можно не только услышать, но и увидеть. Чудное мгновение изобразила калужская художница Татьяна Духанова. Рядом с великим поэтом его жена Наталья Гончарова. И если приглядеться, над ними можно увидеть еле заметные очертания ангелов, как символов любви. Чтобы изобразить одну из самых романтических пар 19 века максимально точно, художница изучила много архивных материалов, портреты, сделанные при жизни поэта. А вот пейзаж рисовала с натуры. Это виды полотняного завода. Место в Калужской области, где раньше находилось имение Натальи Гончаровой. Теперь увидеть их могут и тулики. Ко дню рождения Александра Пушкина выставочный зал привезли к калужскую коллекцию картин. Для них полотняный завод, как для нас Ясная Поляна, Поленова. Для них полотняный завод – это все, что связано с Гончаровым и с Пушкиным. Поэтому они выезжают, они пишут. Это уже воображение такое у художника. 6 июня традиционно по всей стране отмечается день рождения Александра Пушкина и день русского языка. Почти половина жителей России и сегодня называют Александра Сергеевича своим любимым автором. Именно с его сказок знакомятся с русской литературой дети, а позже узнают родную историю по воссозданным в романах и поэмах образом Петра Первого, Пугачева и Гудунова. Тульские поэты, студенты и школьники в этот день собираются в Пушкинском сквере, читают стихи великого классика. Я вас любил, любовь еще быть может, в душе мою гасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Мой дядя самых честных правил, когда однажды за ним мог, он уважать себя заставил. На холме Грузии лежит ночная мгла, шумит арагва предо мною, мне грустно и легко, печаль моя светла. Печаль моя полна тобой, одной тобой. Тематические вечера, выставки, спектакли проходят во всех музеях и библиотеках области, организуют литературную пушкинскую гостиную и на фестивале «Бежен лук». Он пройдет в Чернском районе в конце июня. Данила Андрюшина, Анастасия Авдеева, Вадим Роженков, Первый Тульский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова